Доброе утро! Всем у нас уже новый день. Жарю вот такие вот типа оладушки, а-ля пицца, не знаю как назвать. В общем, замесила тесто, увидела опять рецепт в телеграме. Значит, здесь кефир, помидоры, копченая колбаска, мука и соль. И вот жарю. Вот такие получились штучки, знаете, на вкус, как вот оладушки с колбаской. Тироделла еще вот такой салатик. Что-то с колбаской? Ну, колбаска, там помидоры, еще сыр, но у меня что-то сыра нет. Я вчера его в картошку, последний сыр высыпала, варила картошку, тефтели делала и закончился. Тироделла такой салат, свекла, здесь яйцо, свекла, яйцо, что еще? Огурцы. А, точно, маринованные огурцы, петрушка и майонез. Вообще вкуснятина. И еще удалить что беленькое? Яйца. Мне вообще супер понравилось, а Вова говорит, что зря петрушку положила. Мне кажется, и Милена тоже так же говорит. Мне понравилось, наоборот. Петрушка вкус такой дает, вкусный. На завтрак в самый раз. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok В общем, май у нас такой совсем-совсем-совсем не очень. Ну, так зелено все. Хорошо, тепло, но сыро. Дождики нас прям не оставляют вообще. Нашла я кислородный очиститель. Вы знаете, что я люблю эксперименты. Сейчас распечатаю и покажу. Такой вот универсальный кислородный очиститель Шейн. Здесь можно его использовать и в машинной стирке. Можно и замачивать. И для белого, и для цветного. И выводит пятна, отбеливает и жир, и посуду, и раковину. Короче, все, что мне как раз нужно. И вот он самое, что классное. Вот многие вещи, если, допустим, отбеливаешь, они не терпят хлора. Ну, как бы даже если терпят, от хлора, как все знают, вещи наши портятся. Вот, поэтому вот здесь вот не содержит он хлора. Полностью безопасен для окружающей среды. Сегодня я его буду пробовать. Вова мне тут дал свои футболочки. Потом Милена вчера ездила, когда в Краснодар уделала, ела гамбургер. И там помидорка выпала на футболку. Сейчас буду пробовать. Буду тестировать и вам показывать вместе с вами. Такие вот мелкие гранулы. Очень классно, что есть мерная ложечка. Очень удобная. Можно смотреть инструкцию и сразу понимать уже, сколько положить на то или иное количество воды. Это, конечно, очень удобно. Так вот, взяла белые вещи. Значит, тут Миленины носочки. Вот, видите, белые носочки. Наверное, это всегда такая проблема. Они не белые, а серые. Гольфы вот такие вот Милена любит носить. С юбочкой одевает. Тоже вон подошва какая. Так, Вовина футболка. Она прям желтая. Вот прям желтая. И вот этот воротничок, он вообще не отстирывается. И у футболки такой желтый цвет. Здесь еще вон какое-то такое вот пятнышко есть. И у Милены футболка. Вчера тоже, когда ездили, она помидорку уронила. Так, где перед. Вот, пятно от помидорки. Ну, и вот эта вот кофточка беленькая. Она тоже ужасно серая. Просто серые рукава. Перед весь серый. Милена в ней ходила очень часто в школу, носила. И вот она такая вся. Вообще не первой свежести. Вся серая. Моя майка белая. Я тоже очень люблю летом носить белые маечки. Но так как все равно, да, летом потеешь. У нас еще здесь влажный климат. Еще одеваешь, бывает, тональный крем там где-то стерешь. И вот эта вот желтизна. Хоть вроде и не потеешь, а все равно почему-то вот желтые вот эти вот пятна, видимо, от антиперспиранта, дезодоранта. Ну, короче, все это надо убирать. Я залила белье водой горячей. Прям видно, что идет пар. Видно, да, что такое серое. Сейчас будем пробовать, как работает этот очиститель. Засыпаю. Началась такая реакция шипения. Сейчас потихонечку это все будет разъедать, убирать и отстирывать само по себе без лишних усилий. Белье пролежало у меня где-то минут, наверное, сорок. Я слила воду. Вода была ужасно серая, такая неприятная. Я прополоскала в чистенькой водичке. И вот что получилось. Белье чистейшее, белоснежное. Все пятна, которые были, все удалились. В общем, мне кажется, девчонки, это не перестаю говорить, что такие средства нужны в каждый дом, где есть уборка, стирка. А это есть, наверное, в каждом доме. Это просто незаменимое средство. Этот кислородный очиститель многофункциональный и безопасный для детских вещей, для стирки детских вещей и для уборки в доме, так как не содержит хлор. Кстати, у этого кислородного очистителя даже есть экологический сертификат. И что самое приятное, что здесь не нужно ни застирывать, ни шоркать, ни тереть. Просто замочил, вытащил и белье прополоскал. Можно, конечно, вручную, можно в стиральной машинке прополоскать с кондиционером для приятного запаха. Но это суть и не меняет. Это универсальный кислородный очиститель от Шейн справляется идеально. Мне очень понравилось. Буду заказывать дальше, потому что пятна, грязь, какие-то въевшиеся пятна или уборка в доме, она есть всегда. Поэтому такие вещи, я считаю, нужны в каждом доме. Такое замечательное средство можно заказать на Зон или Валберис. Ссылочку для вас обязательно оставлю в описании. Проходите и заказывайте. Мы пошли встречать нашего папу. Время у нас еще полно. Сейчас потихонечку так идем. Нам надо дойти до светофора. От светофора вниз. Кстати, у нас Леруся там ни разу не была. Ниже светофора. Ну, на машине только ездили, а так пешком не ходили. Вот сейчас пойдем. Сколько сможем пройдем. Наверное, до самого вокзала не пойдем. И я вам обещала показать. Сейчас буквально, наверное, осталось метров 200. Около прям у нас рынка. Строят многоэтажки. Сейчас я вам покажу. Строят прям так стремительно. Прям каждый день что-то там появляется и растет, и растет, и растет. Вот, сейчас дойдем. Покажу, что там будет. Ну, конечно, еще ничего не понятно. Но все-таки здесь рядом школа, получается, у нас 52-я. Рядом рынок, центр, маршрутки. Все-все-все. Мне кажется, там квартиры будут недешевые. Я думаю, будут пользоваться спросом. Потому что здесь прямо все-прям все рядышком. И асфальт, и все. Вот уже виднеется тут стройка. Здесь еще, кстати, рядом поликлиника детская. И на втором этаже стоматология. Ну, бесплатная. Ну, не детская, а взрослая. И детская, в общем, можно. Я хотела здесь лезуб лечить, когда мы недавно лечили зубья передние. А там на втором этаже и нету лифта. И нам пришлось ехать в Северскую. Ну, и хорошо залечили. Но сейчас у нее на другом зубике, на переднем. Это вот где мы в Екатеринбурге еще лечили платно. Под общим наркозом. Там, в общем, пломбочки почему-то потихонечку вылетают. Ну, в принципе, это даже не удивительно. Они были так себешные с самого начала. Ну, вот. Будем сейчас потихоньку лечить. Вот у нас тут такая стройка. Вот этот один дом. За ним он виднеется второй. Их будет два. Там уже поставили. Вон, видно, что там внутри лифты. Ну, устанавливают. Еще лифтов нет, но устанавливают вот эти. Вот. И здесь уже прямо около домика. Вот такой вот поставили павильончик. Отдел продаж. А дальше уже рынок. В принципе, вообще хорошее место. Удачно выбрано. Я думаю, квартиры разлетятся. Ну, смотря, конечно, сколько будет стоить. Но мне все равно разойдутся только так. Рядом вот здесь и магазин мебельный. И как раз в новостройке Тесла. Выключатель, резетки. Все есть. Вот. Хорошо здесь будет. Я, мне вообще нельзя заезжать в Фикс Прайс. Потому что мне сразу все надо. Я еще, кстати, тебе звонила. Хотела, чтобы ты мне размер дала вот этого окошечка. Хотела на него же алюзи купить. А у меня телефон на верху был. А-а-а. В общем, заехала в Фикс Прайс. Сейчас быстренько покажу, что купила. Купила такой сок апельсиновый. Всегда покупаю. Ничего такой неплохой. Девчонки заказали мне что-нибудь сладенькое. Купила чипсы. Орео. Ну, я предложила. Вы не отказались. Купила вот такую вот фунчозу. С грибами. Под китайским традиционным соусом. Сейчас мы перекусим. Где-то еще вторая должна быть баночка. Купила кондиционер. Купила вот такое вот средство недорогое для посуды. Потому что оно у меня все равно в дозаторе. Поэтому такое пойдет. Так, купила две пачки фиников. По 59 рублей. Финики обалденные. В них нет вот этого, знаете, как бывает. Мусорка, журка такая дурацкая. Они прям чистенькие. Такие прям мясные. В общем, супер финики. Вкусные. И это тоже с грибами. Да, сейчас заварим. Перекусим, пока буду готовить. Миленке купила вот такой шампунь-бальзам для волос. И сразу как с бальзамом не с... Нет, это не пена. Я перепутала. Я хотела взять пену. Но я купила тебе шампунь и бальзам, чтобы волосики хорошо причесывались. Так, купила капсулы. Свои любимые. А теперь можно делать из этого? Нет, там как шампунь-бальзам нельзя. 14 капсул. И не понюхай. Вкусно пахнет клубничкой. И купила вот такие вот новенькие кухонные полотенца. Всего по 59 рублей. Качество такое неплохое. Они не совсем тонкие. В общем, ну, для кухни в самый раз взяла два с горошком, два с цветочком. Так, здесь сливочки. Милена говорит, а, вот еще кофе купила, черная карта. Такую маленькую баночку я одна пью, поэтому хватит. И наполнитель для кошек. Сейчас мы поставим чайник. Быстренько перекусим. И будем уже готовить. Я там купила курочку. Курочку пожарим. Брошки, наверное, сварим. Да? Вот. Была она массажа. Не было, наверное, у меня дома часа полтора-два. Девчонки у меня сидели одни. Молодцы. Самостоятельные. Сейчас долью еще воды и вскипячу. Но он вкусный. Он такой кисло-сладенький. В общем, получилось как-то так. Мы еще добавили майонезика. Я что-то думала, будет густо. Что вот как лапшу запариваешь, и густо получается. Не так вкусно, но не солено было вообще. Мы подсолили. Я положила майонезик, Милена не положила. Ну а так ничего на вкус, как бич-пакет когда завариваешь. Такой же вкус. Субтитры сделал DimaTorzok